Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. 5 марта я снимала видео «Не выбрасывайте вытянувшуюся хилую рассаду» и в этот же день снимала видео «Как спасти безнадежно вытянувшуюся рассаду», где показывала, что я вот эти белые тоненькие ниточки, которые у меня получились в результате того, что я посеяла томаты, поставила наверх на шкаф и забыла про них, только через 10 дней вытащила, как я их пикировала. Очень-очень многие теперь просят «покажите эту рассаду», какая она сейчас. Вот я сейчас показываю эту рассаду, с 5 марта прошло 10 дней, ну 2 недели. Смотрите, на некоторых листьях, ой, на некоторых сеянцах уже по 2 настоящих листа, есть вообще прекрасно выглядят, но у них есть разница, какая, сейчас вам покажу. Те, которые взошли раньше в этих лотках, естественно, они были более вытянутые, такие более тонкие, истонченные, и они сейчас еще не до конца восстановились, у них тоненькие вот такие стебельки, но все равно все они жизнеспособные. А те, которые взошли позже, они, видите, они выглядят вообще хорошо, они истончились меньше, я их по 7 доли почти заглубила, но насколько позволяла их длина, они были очень длинные. И они выглядят почти как посевы нормальные, которые посеяны, вот на них даже не подумаешь, что когда-то они были вот такими белокурыми, косыми, вы, наверное, видели, вот так вот вдоль лотка лежали упавшие. Но вот те, которые при выемке, при расплетании, они же все были переплетенные, конечно, некоторые погибли, но так как были эти сорта у меня в единственном экземпляре, я не могла их пересеять, я сказала, что буду их выхаживать. Ну вот видите результат, все они выходились, ну как выходились, они восстановились, позеленели. И если у них уже лезут настоящие листья, это значит, они вполне жизнеспособны. Вот смотрите, те, которые там позже взошли, они вообще, кажется, что здесь я их сеяла, они маленькие такие, настоящий лист вылез, вот эти тоже коренастые. Ну а те, которые вылезли в том лотке в темноте, без света, под пленкой раньше, то, конечно, я их даже заглубить до конца не смогла, я их заглубила сантиметров на 5-8, и еще вот такой у них стебель остался. Но все равно, я их потом пересажу, распикирую в тонкие удлиненные стаканчики, которые сама накручу специально для них, как сделаю пеленки, и вот в эти пеленки я их рассажу. Можно сказать, что томаты я восстановила хотя бы по несколько, их было по 10 штук, но хотя бы по 4, по 5, по 6 штук каждого сорта я получу. Мне этого достаточно для того, чтобы развести этот сорт. Что про перец, перец вообще восстановился сам, я его даже рассаживать не стала, видите. Он сразу позеленел, сразу у него начал через какое-то время появляться настоящий листик, и вот сейчас он в фазе двух настоящих листиков, но крошечных. Он растет, я его буду пикировать, он сравнялся с другими, я его буду пикировать наравне со всеми, когда будет два настоящих листа. Так что с перцем вообще проблем не было. Но вы все знаете, что перец он не подвержен вытягиванию, так как томаты. Томаты сильно тянутся, особенно если у них нет света, такого нормального, и где-то они увидят чуть проблески света в окне, или где они в ту сторону вообще лягут, и вытянутся, и даже могут, если сеян здесь, он может вытянуться через весь лоток, и даже превысит длину лотка. Но косы, вот как вы видели, белые, такие белокурые косы. Все, вот я вам показала томаты, про которые говорила, что не нужно выбрасывать, можно восстановить любые, в любом виде, любые запущенные, вытянутые, хилые, белые ростки. Вот они какие красавчики. Еще посмотрите, какие они дадут вкусные, красивые помидорки. До свидания, с вами была Ольга Чернов.